Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Дельман. Сегодня мы будем говорить о мире между двумя мировыми войнами, о двух десятилетиях всего, но очень важных. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает. Без вас, конечно, ничего бы я не рассказала. Спасибо спонсорам на YouTube, спасибо патронам на Patreon, спасибо тем, кто нас поддерживает на платформе бусте в России. Спасибо очень-очень большое. 11 ноября 1918 года в 11 часов дня вступила в силу перемирия. Военные действия на фронтах Первой мировой войны остановились. Теперь мы знаем, что они закончились вообще, но в тот момент это было непонятно. Кстати, были опасения, что вдруг снова начнутся военные действия. Это было перемирие. Дальше в Париже через несколько месяцев собрались представители воевавших держав, собрались представители множества разных общественных организаций, разных этнических групп, все, кто были заинтересованы в исходе войны в той или иной части света. И началось обсуждение условий мирных договоров. Конечно, это обсуждение было изначально неравным. Германия и ее союзники проиграли войну. Они вынуждены были просить о мире, они вынуждены были подчиняться тем условиям, которые им предлагали. Ну, что можно сказать? Германия действительно вела агрессивную политику. Германия действительно очень сильно способствовала развязывание этой войны. Австрия, когда предъявляла ультиматум маленькой Сербии в 2014 году, осознанно сделала такие условия ультиматума, которые Сербия ни при каких условиях не могла принять. Они действительно развязывали войну. Естественно, другой вопрос, только ли Германия и Австро-Венгрия развязывали войну. Хотели ли начать войну Англия, Франция, Россия? С одной стороны, все говорили, что борются за мир. С другой, у каждой державы были свои интересы. Каждая хотела получить какие-то территории, какое-то влияние и воевала за это. Но мы уже много говорили об этом в предыдущих лекциях о Первой мировой войне. В общем, это сегодня понятно. Но на Парижской конференции, когда обсуждались условия войны и вырабатывались условия мира, великие державы, державы-победительницы, конечно, зафиксировали тот факт, что они считают виновной прежде всего Германию. Даже не прежде всего, а просто Германию. Отдельным пунктом в Версальском договоре, который был заключен с Германией, было написано, что Германия виновата в начале войны. Был другой пункт, где было написано, что еще лично Кайзер Вильгельм, император Германии, он виноват. Спорить с этим, естественно, ни у Германии, ни у Австро-Венгрии, ни у их союзников не было никаких возможностей. Эти страны были повержены, они были в полном изнеможении. В Германии, в Австро-Венгрии произошли революции, там эти страны разваливались. Но совсем не до того, чтобы спорить. Естественно, на Версальской конференции дипломаты Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции пытались чего-то добиться, ничего у них не получилось, в общем-то. Было заключено несколько договоров с Германией, с Австрией, с Болгарией, с Венгрией отдельно, которая уже отделилась от Австро-Венгрии, с Турцией, с Османской империей. Хотя вот этот договор, ужасающий для Османской империи, не был потом ратифицирован. Но мы знаем, что началась война в Османской империи, а Татюрка отстаивает независимость, но уже теперь Турция, и будут совсем другие условия. Но сначала были вот эти пять договоров, при всех различиях, в общем, общее было следующее. Каждая страна, проигравшая войну, лишалась каких-то территорий. Конечно, больше всего потеряла Германия, которые отняли очень важные стратегические земли. Или с военной точки зрения, ну, например, Лиза-Салатаринге, которые очень сильно облегчали прошедшее и могли облегчить будущее вторжение во Францию. Плюс к этому Лиза-Салатаринге, конечно, были очень значимы для французской национальной гордости. А помимо этого Германия потеряла польские земли, у которых возникла Польша независимая. Германия потеряла часть Силезии, а это было очень важно, потому что Силезия – это уголь, необходимый для промышленности. Германия практически потеряла Саарский угольный бассейн, его не отняли вообще, здесь вроде бы как не было никаких оснований для того, чтобы его отнимать, но на 15 лет он перешел под контроль стороны Антанты, то есть реально под контроль Франции. Германия не потеряла территории рядом с Рейном, рекой, по которой проходила граница с Францией. Там была создана демилитаризованная зона, где Германия не могла держать армию. Германия должна была аннулировать условия Брестского мира, заключенного с Россией, и, соответственно, освободить все те территории, которые были заняты в результате Брестского мира. Конечно, очень тяжело пришлось Австро-Венгрии, Австро-Венгерской империи, которая просто прекратила свое существование. Последний император Карл ушел в изгнание, он делал потом несколько попыток вернуться, но ничего из этого не вышло. Австрия лишилась практически всего. Как сказал один историк, непосредственно Австрии остались только те территории, на которые никто не претендовал. А все остальное ушло новым возникавшим государством. Чехословакия, Польша, Венгрия. Конечно, Венгрия уже была в составе Австро-Венгрии, теперь стала независимой. Королевство сербов, хорватов и славянцев, будущее Югославии, Румынии. То есть вот по кусочкам все разошлось, и маленький кусочек от бывшей огромной империи остался Австрией. Были отобраны территории Болгарии, которые перешли к ее соседям. А Османскую империю хотели практически уничтожить. Все ее гигантские земли должны были распасться на новые государства, и должна была остаться практически одна Анатолия с небольшими добавлениями. Мы говорили об этом в лекции Бататюрки. Помимо вот этих земельных переделов, которые привели к появлению множества новых государств, у всех проигравших стран были введены очень сильные ограничения на существование армии. Опять же, конечно, самые сильные были у Германии, естественно, которая была практически вообще лишена армии, потому что ей оставили возможность иметь армию в 100 тысяч человек без каких-либо подводных лодок, конечно, которые нанесли такой ужасный ущерб союзникам, без боевой авиации, без тяжелой артиллерии, без танков, без ничего. Жесткие ограничения были наложены и на армии других государств. И плюс к этому надо было выплачивать контрибуцию в случае Германии, репарации. То есть очень большие, невероятные космические суммы денег должны были быть выплачены пострадавшим победителям. Условия зверские совершенно. При этом предполагалось ещё, что должны быть наказаны те, кто совершали преступления во время войны. То есть не просто воевали, а убивали пленных, совершали злодеяния по отношению к гражданским лицам. Опять же, в этом обвинили Германию прежде всего. Был составлен огромный список, около тысячи человек, тех, кого союзники обвиняли в совершении преступления. Германия совершенно не могла предоставить этих людей для суда и не хотела, искать не могла. Дальше был долгий торг, этот список сокращали, довели всего до 12. Потом, тоже после долгой тягомотины, долгих откладываний, в Лейпциге в 1921 году открылись процессы, которые длились несколько лет. Это был абсолютный фарс, потому что вот этих 12 человек сделали ответственными за все ужасы, происходившие во время войны. Кого-то оправдали, кому-то дали совершенно смехотворные приговоры, скажем, 4 года, но засчитали время предварительного заключения. И практически сразу человек вышел. Кому-то запретили носить военную форму в мирное время, и этим ограничилось наказание. Ну и, в общем, сама идея, конечно, наказания тех, кто совершал военные преступления, была очень правильна, но реализована она была странным образом. Но, во всяком случае, договоры были подписаны, война закончилась. Основное ощущение было, ну, наверное, растерянности. Мы не говорим о политиках. Политики редко ощущают растерянность. Большинство людей, миллионы, которые выжили, прошли эту войну, пережили ТИФ, не умерли от испанки, от контузии, от бомбёжек. Во-первых, они, конечно, не могли понять, как это вообще произошло, кто нас затащил в эту ловушку жуткую. Как так случилось? Мы же собирались провести маленькую, быструю войну в защиту цивилизации. Война оказалась невероятно длинной, унесла миллионы жизней, и с цивилизацией произошли страшные вещи. Это было первое чувство. Как это возможно? Второе, наверное, было желание забыть это всё и нормально жить, развлекаться, радоваться, наслаждаться мирной жизнью. У кого-то это получалось, далеко не у всех. Кто-то предавался безумным развлечениям, кто-то ощущал страшный посттравматический стресс. Неслучайно все повторяли эпиграф к роману Хемингуэя «Восходит солнце». «Вы все потерянные поколения». Про это сейчас говорить не будем. Отдельно ещё будет лекция про культуру и повседневную жизнь после войны. Пока что посмотрим на жизнь политическую. А здесь, в общем, и у политиков, и у обычных людей было ощущение твёрдое, что больше такое не повторится. Больше такого безумия совершать мы не позволим. Люди думали, что мы больше не пойдём на поводу у политиков. Политики считали, если мы не говорим о немецких политиках, скажем, политики считали, что они создали очень правильную, хорошо работающую систему договоров, изменения в международных отношениях, создали международную организацию, Лигу нации, о которой мы ещё поговорим. И вот вся эта система не позволит в будущем начаться войне. Но, к сожалению, мы знаем, что Парижская конференция началась в 19-м году, а через 20 лет, в 1939 году, грянет Вторая мировая война, которая будет ещё страшнее Первой. Мало кто мог себе это представить в 19-м, 20-м годах. Люди культуры, может быть, это и чувствовали, потому что культура после войны станет мрачной, трагической, страшной. Но люди в целом, конечно, верили в хорошее, верили в то, что жизнь наладится. Может быть, не сразу. Сейчас многие города лежат в руинах, целые страны разорены, где-то революция, где-то гражданская война. Но это пройдёт, это пройдёт, и всё наладится. Но, к сожалению, всё оказалось не так просто. Во-первых, действительно, первые годы были совершенно ужасающими. Рухнули государства, возникли новые. У разных этих новых стран, появившихся на обломках империи, была масса претензий к соседям, к бывшим имперским хозяевам, скажем так. Внутри страны у разных групп были претензии друг к другу. На территории Российской империи бушевала гражданская война, в которой не просто красные и белые сражались между собой, а было множество разных сил, были разные национальные движения. В разных частях империи всё шло совершенно по-разному. Иногда историки говорят не о гражданской войне в России, а о гражданских войнах. Ново возникшие государства тоже оказывались втянуты в самые разные конфликты, многие из которых доходили до военных столкновений. Польша, которая после такого долгого времени, наконец, была возрождена, оказалась в конфликте с украинскими землями, где была провозглашена Украинская республика, с литовскими землями. Венгрия, которая отвалилась от Австро-Венгрии, но лишилась очень большой части своих земель и находилась в состоянии конфронтации и даже столкновений вооружённых с Румынией, в состоянии конфронтации с другими державами. То есть вот всюду происходили какие-то мрачные вещи, очень часто выливавшиеся или в мелкие межнациональные конфликты, или в полноценные войны. Уинстон Черчилль с таким снобизмом, характерным для представителя великой державы, сказал обо всех этих войнах. Ну, война гигантов закончилась, начались войны пигмеев. Кто создал этих пигмеев, так сказать? Кто создал эти все эти государства? И почему они были созданы так, что имели множество претензий друг к другу? Есть много ответов на этот вопрос. Кто в этом виноват? Сами эти государства или великие державы, которые тяп-ляп проводили границы? Или невозможность вообще учесть все интересы? Но во всяком случае, такова была объективная данность. Европа закончила Великую войну, а множество других больших и малых войн продолжалось. Ещё одна очень важная черта первых лет после войны. Практически во всех странных участницах люди разочаровались в своих правительствах. Это понятно. Во-первых, правительствам предъявлялись обвинения. Но, конечно, в 2014 году довольно большая часть населения практически всех стран шла на войну, если не с радостью, то с некоторым энтузиазмом. Вот мы сейчас им покажем, мы у них наши земли получим, или мы добьёмся сохранения своих колоний, или мы получим новые колонии, получим выход к проливам. И люди шли, вдохновляемые этими, на мой взгляд, довольно странными стимулами. Теперь, конечно, все обвиняли правительство, которые заварили эту кашу и так долго не давали нам выйти из неё. В этом тоже, конечно, была своя правота. И в результате происходит не просто разочарование в своих правительствах. Миллионы людей испытывают презрение, ненависть к тем государствам, которые начали войну. Результат понятен. По Европе проходит полоса, наверное, полоса – слишком мирное слово, волна революционных выступлений. Естественно, прежде всего приходит на ум революция в России, разрушившая Российскую империю, в результате потом обеспечившая приход к власти большевиков, породившая гражданскую войну. Ну, сейчас подробно об этом говорить не будем. У меня уже было достаточно лекций и про 17-е годы, и про гражданскую войну. Но в других местах тоже творились очень бурные вещи. Даже не скажешь одной революцией, а революционными выступлениями была охвачена Германия. Всё началось ещё до заключения перемирия. Собственно, весь последний год были волнения солдат, были братания, были демонстрации. Вот осенью 1918 года такой взрыв произошёл, когда уже было ясно, что нет сил сражаться, а политики по-прежнему гнали, гнали, гнали людей на убой. К осени 1918 года сухопутные войска немецкие находились в полном изнеможении, и сражаться уже не могли, они отступали, с трудом сохраняя какой-то порядок. И главная ставка делалась на флот. И моряки, которых посылали, он просто на убой. Было ясно, что война проиграна, а почему-то надо всё равно сражаться. И моряки отказывались выходить в море, кочегары тушили топки, корабли, которые уже были в море, возвращались. То есть это были просто бунты. Они распространялись очень быстро. 3 ноября вечером взбунтовались моряки в городе Киле, которые тоже не хотели идти на смерть прямо перед концом войны. Уже 4 ноября весь город, портовый город Киль, был захвачен восставшими. Очень характерно, что моряки сформировали, ну, такие делегации, скажем так, отправили их во все крупные города. Они резонно опасались, что сообщения об их выступлениях будут или вообще скрытые, или как-то перевранные. И вот очень быстро информация о начале революционных выступлений попала в разные части Германии, а там и так был пороховой погреб. И во многих местах начинает взрываться. Но в Берлине волнение, демонстрации. Уже через несколько дней комендант Берлина сообщает, что весь гарнизон, да и весь город полностью вышел из повиновения. На кайзера давят, и он, наконец, отрекается. Ну, мы про это говорили в лекции об окончании войны. Но параллельно с этим начинаются выступления другие. Германская империя была федерацией разных монархических государств. Реальная власть, конечно, была в Берлине в руках кайзера, но были монархи в других местах. Вот Людвиг Баварский был первым из этих монархов, который как-то отреагировал на происходящее, и он освободил всех баварских гражданских и военных чиновников от присяги. При этом слово «отречение» не произносилось. Но а что это такое, если все государственные служащие, и все военные могут больше не служить королю? И в Мюнхене, как только эта новость распространилась, сразу возникло ощущение, что старая власть ушла. То, что происходит дальше, какие-то странные, диковатые, какой-то мере даже смешные события, хотя, конечно, ничего смешного нет на самом деле, они показывают, насколько страна была готова к революции, насколько люди были готовы пойти за кем угодно, только не за этой властью. Как только разносится сообщение об этом, ну, так сказать, отречении Людвига Баварского, тут же в Мюнхене волнуются революционеры всех мастей. В Германии вообще, в принципе, было очень большое революционное движение. Не случайно большевики в России так рассчитывали на поддержку немецкого пролетариата. К концу ноября уже все 22 германских монарха лишились своих престолов. В декабре уже планируется съезд советов, то есть всё звучит прям совсем как советская Россия. Но только революционеры были далеко не только пролетарией, скорее, совсем не пролетарией. Вот в Мюнхене во главе революции становится театральный критик, социалист, я бы сказала, мечтатель Курт Эйснер, человек странный, человек богемный, совсем не похожий на сурового революционера, хотя он и был переполнен разными такими восторженными революционными идеями. Он провозглашает создание Баварской народной республики. То есть уже получается, что Бавария вроде бы как откалывается от Германской империи, и создаёт республику. В Берлине ещё решают, что там будет, сохранится ли монархия, или будет провозглашена республика. Курт Эйснер уже всё решил, он провозгласил народную республику. К власти пришли левые. На самом деле ощущение, что они не очень понимали, что хотят, но они точно знали, что они не хотят. Они не хотят продолжения войны, они не хотят вот этой какой-то жуткой прежней жизни. Эйснер, который связан с театром, он и действовал так очень театрализованно. Он заявил, что новая власть будет властью, которая принесёт свет, красоту и разум. Звучит прекрасно. Но что это значит? Какая-то политика будет конкретная. Про политику он, в общем, мало чего знал. Конечно, и Эйснер, и другие революционеры, и в Германии, и в других странах, очень внимательно смотрели на то, что происходило в России. А в России уже год, как к власти пришли большевики. И как мы все знаем, одно из первых решений большевиков был декрет о мире, призыв к немедленному окончанию войны. Это очень всем нравилось. Дальше земля крестьянам, заводы рабочим и так далее, и так далее. Тоже всем нравится. То, что в России ЧК, расстрелы, свобода ликвидирована. Но это где-то далеко, и это далеко не до всех доходит. А если доходит, то верит не всегда. Но вот это прекрасная свобода. Эйснеру, конечно, нравится этот образ прекрасной российской революции, хотя он сразу оговорил, что частную собственность трогать не будем. Но левые очень активизировались. Эйснер, правда, в основном устраивает какие-то парады, демонстрации, такие революционные шествия. Он переполнен сам революционным восторгом, и хочет, чтобы все его ощутили. Но вообще-то, если уже произошла революция, если ты уже стоишь во главе государства, нужно какие-то реальные меры принимать, экономическую политику вырабатывать, социальную, внешнюю, в конце концов. Ничего этого не делается. Король бежит, в Баварии воцаряется хаос. Очень многие уже, даже те, кто сначала пошли за Эйснером, оказываются разочарованы, потому что ничего не происходит. Он подвергается очень большой критике, собирается лантаг, местный орган управления, который уже превратился в парламент этой Баварской республики. И Эйснер, который понимает, что уже никто его не слушает, он собирается туда для того, чтобы подать заявление об уходе с поста министра президента Баварии. Но он так и не дошел до Лантага, потому что по дороге туда он был убит. А дальше хаос идет по восходящей. Когда Лантаг, который собрался и ждал его, узнал о том, что произошло, то, наверное, они испытали ужас, шок. А дальше там очень быстро началась такая перебранка, мерзительная между сторонниками и противниками Эйснера, которая быстро перешла в потасовку. После этого некоторое время, около месяца, совершенно непонятно, что происходит. С одной стороны, Эйснер, который при жизни уже вызывал всеобщее разочарование, теперь стал восприниматься как жертва, как мученик. Поэтому лозунги «Отомстим за Эйснера» раздаются повсюду, на любом митинге, на любой демонстрации. Все более радикальные левые начинают активизироваться, уже говорят о том, что надо экспроприировать собственность, уже захватывают каких-то аристократов-заложники, с церквей сдирают колокола. Революция начинает принимать уже совершенно иной характер. И только-только человеку по имени Аганн Хоффман удалось кое-как договориться с разными фракциями левых и создать коалиционное правительство, как приходит сообщение о том, что коммунисты захватили власть Венгрии. И это очень подталкивает радикалов. И создается уже Баварская Советская Республика. То есть совсем уже с оглядкой на Советскую Россию возникают советы рабочих и солдатских депутатов. Уже начинаются разговоры о экспроприации частной собственности, о расстрелах контрреволюционеров. В общем, всё идёт, такая спираль идёт всё выше, выше и выше. Если Эйснер был театральным критиком, то Баварскую Советскую Республику возглавляет Эрнст Толлер, драматург, автор экспрессионистских мрачных пьес. Но он, правда, всего шесть дней продержался. За это время сделал какие-то очень странные назначения. Он же правительство формировал, уже говорил о диктатуре пролетариата, обратился к Швейцарии с просьбой выделить новой республике 60 паровозов. А когда им отказали, то он тут же объявил войну Швейцарии. Но, естественно, никакой войны не произошло. Но это просто свидетельствует об уровне какого-то странного революционного безумия, которое охватило добропорядочный город. В Мюнхене, конечно, было много интеллигенции, много богемы, но ощущение такое, что люди сошли с ума. Эрнст Толлер, захватывая власть, обратился к Баварской Красной Армии. Не было такой армии. Но вот через шесть дней уже к власти пришли коммунисты, которые начали создавать Красную Армию, которые начали захватывать заложников, расстреливать их. Всё это продолжалось до начала мая, когда в Баварию вошли отряды фрайкорпса. Это как бы добровольные военные формирования, но на самом-то деле, особенно после того, когда уже будет подписан Версальский договор, они будут практически подменять с собой армию. В этот момент договор ещё не подписан, но фрайкорпс, конечно, это практически армия. Они выкидывают из Мюнхена всех революционеров, естественно, в ответ на пролитую левыми кровь. И здесь проливается кровь, и люди арестовывают, и казнят. И в конце концов наступает успокоение, очень дорогой ценой достигнутой. Баварская республика была только таким самым крайним, самым жёстким проявлением революционных настроений, охвативших всю Германию. Волнуется Берлин, с каждым днём всё больше. После отречения Кайзера провозглашается республика, правительства формируют, социал-демократы, социалисты. Но тут же появляется множество людей разных направлений. Это уже где-то в каких-то городах создают советы, где-то приходит одна фракция левых, другая. Коммунистическое объединение спартаковцев рвётся к власти и многие другие. В конце декабря коммунисты и другие радикальные группировки пытаются захватить власть в Берлине. Правительство, социалистическое правительство, применяет жестокие меры. В советское время любили, конечно, рассказывая обо всех этих событиях, приводить слова социалиста, министра этого социалистического правительства Густава Носке, который сказал, когда ему предложили заняться подавлением восстания, он сказал, что кто-то же должен быть кровавой собакой. Я буду этой собакой. И восстание было подавлено, восстание было утоплено в крови. Лидеры объединения «Спартак» Карл Липкн и Роза Люксембург были арестованы. Ну и, в общем, практически забиты насмерть. Тело Розы Люксембург выкинули в канал. Карла Липкн их-то отвезли в морг, просто сбросили где-то. После этого постепенно затихают эти выступления. Дальше будет сформулирована конституция Веймарской республики. Но начало республики было вот таким страшным, кровавым, хаотичным. И это было, ну, такое естественное продолжение войны, как не дико это звучит. Военные ужасы завершились вот этими ужасами революционными. Может быть, ещё страшнее было то, что происходило в Венгрии, где, конечно, страна переживала большой шок. Ведь Венгрия была частью Австро-Венгерской империи, причём привилегированной частью. Венгрии находились в более привилегированном положении, чем другие многочисленные народы, входившие в Австро-Венгрию. Хотя, вообще, надо сказать, что в Австро-Венгрии разным народам жилось не так уж плохо. Это была, пожалуй, самая либеральная из всех империй. Но уже никто не хотел в империи жить. И Венгрия понимает, потому как проходят переговоры во Франции, она лишается большой части своих территорий, которые получает Румыния, которые получают другие страны. Вот будущее Югославия – это, конечно, уже унижение, удар, оскорбление. Параллельно с этим сюда тоже доходят рассказы о российской революции, о всех решениях большевиков. И в марте 1919 года венгерские коммунисты во главе с очень жёстким и жестоким человеком Белла Куном захватывают власть в Будапеште, объявляют о существовании Венгерской Советской Республики, которая продержится 4 месяца. За эти 4 месяца много чего они натворили. Они пытались проводить коммунистическую политику в духе большевиков. Были созданы отряды, которые назывались «ленинские парни», скажем так. И это были военизированные объединения, которые терроризировали зажиточных жителей, кого-то захватывали, кого-то допрашивали, пытали, отнимали имущество. Много чего происходило. При этом, что характерно, что коммунисты, которые вроде бы как должны выступать за интернациональную солидарность, о чём много говорилось на конгрессах Второго интернационала до войны. А вот венгерские коммунисты оказались какими-то дурными интернационалистами, потому что они попытались вернуть прежнюю территорию Венгрии и уже начали столкновение со Словакией и Румынией, которым перешла большая часть венгерских земель. У них не вышло ничего ни со Словакией, ни с Румынией. Внутри страны положение было очень непростое. И социалисты пытаются оттеснить коммунистов. То есть тоже левое, но более мирное, скажем так. В ответ на это начинается настоящий террор, преследование. Один из руководителей Венгерской республики Тибор Самуэли с таким воззванием обращается. Он предлагает бить контрреволюцию и пишет, если контрреволюция победит хоть на час, то пролетариям не будет пощады. Не дайте им задушить революцию, утопите их в их собственной крови. Они берут заложников, они пытают, они у крестьян реквизируют зерно. В общем, всё по полной программе. В конце концов, Румыния отбивает эти венгерские войска, торгается на территорию Венгрии, румынские войска доходят до Будапешта. Венгерская республика свергнута, советская. Белла Кун бежит в советскую Россию, где долго он будет оставаться. Но в конце концов, он, конечно, сгинет в сталинских чистках. Тибор Самуэли, который предлагал утопить контрреволюционеров в их собственной крови, пытается бежать в Австрию. И дальше не совсем понятно. Он погибает на границе. Была одна версия, что его убили. С другой стороны, было известно, что он хотел покончить с собой, если его захотят арестовать, чтобы не попасться в руки капиталистам. И похоже на то, что он застрелился просто на границе, когда стало ясно, что сейчас его задержат. Но на этом ужасы не заканчиваются. На юге Венгрии, в своем поместье, в этот момент приходит в себя после войны аристократ венгерский, адмирал, командовавший австрийским флотом Миклош Хорти. Он адмирал, но в Венгрии больше нет выхода к морю, так что его умения в общем как-то никому не нужны. И он, очевидно, предполагает, что он уже выпал из каких-либо крупных исторических событий. На самом деле, его историческая роль еще впереди. Хорти был очень популярен, Хорти был известен как крупный военный. На него все смотрят с надеждой, что он окажется противлением коммунистам. Он собирает новое правительство на юге Венгрии. И сюда собираются самые разные силы, недовольные тем ужасом, который происходит в Будапеште. И в ответ на это развязывается еще более жуткий ужас, потому что белый террор Венгрии оказался куда более жестким и куда более масштабным, чем террор красный. Во-первых, он будет длиться около двух лет. Во-вторых, там будут совершаться совершенно невероятные жестокости. Хорти пытается как-то создать государственную власть новую, и он создаст ее в конце концов. Но пока что в 19-20-м годах он находится, ну, не скажу, что в зависимости, но он вынужден считаться с множеством отрядов, созданных, сейчас бы мы сказали, полевыми командирами. Людей, которые умели обращаться с оружием и командовать войсками, было достаточно, сколько людей прошло войну. И вот создаются такие националистические отряды правых взглядов, ненавидящие коммунистов, которые двигаются в сторону Будапешта, а по дороге разносят пол Венгрии, а по дороге арестовывают и уничтожают любых людей левых взглядов, социалисты, коммунисты, никто не рассуждает, профсоюзные работники. А среди основателей Венгерской Советской Республики было очень много евреев, еврейских интеллектуалов. И вот для этих людей, ну, как бы идущих под командованием Хорти, а на самом деле действующих сами по себе. Они и раньше, конечно, были антисемитами, но теперь для них еврей равносилен вот этому жуткому революционеру. Поэтому разворачиваются невероятные еврейские погромы, в которых убивают, конечно, мужчин, женщин, стариков, детей. Разного уровня жестокости, конечно, были все эти командиры. Самые большие ужасы творились там, где проходили отряды под командованием венгерского аристократа военного, которого звали Пал Пранай, который, судя по всему, был каким-то просто садистом безумным. Надо сказать, что вот этот период после Первой мировой войны, что, например, в России в разных частях, во время гражданской войны, что в других местах, он выкинул как-то наверх много таких безумцев, вроде барона Унгерна, который в Монголии жуткие вещи творил. Пал Пранай не просто убивает, а мучает, терзает. При этом и он, и его люди придумывают какие-то особо изысканные, как им представляются, способы мучить людей. Я не буду все это описывать. Пал Пранай сам совершенно не стеснялся этого. Жуткие вещи на войне совершают многие, но есть те, кто это скрывает. Вот он абсолютно не скрывал. Он потом в своих воспоминаниях писал об этой своей борьбе и с восторгом расписывал все то, что он творил. Хотя там творились такие вещи, о которых говорить даже страшно, а ему, очевидно, доставляло удовольствие еще и вспоминать о том, что он делал. Другая ужасная сторона белого террора заключалась в том, что уже после того, как коммунистическое правительство было разбито, его вожди бежали, а террор продолжался. Летом 19-го года Венгерская Советская Республика уже пала. Террор длился еще до лета 20-го. И с большим трудом Хорти, который уже вошел в Будапешт, удалось добиться какого-то успокоения. Не потому, что он был такой гуманист. О Хорти мы еще поговорим чуть позже, там много о чем есть поспорить. Но он просто хотел навести порядок. Он понимал, что эти командиры абсолютно неконтролируемые. Его отношения с Палом Прана и потом сложно будут складываться. Он будет пытаться его оттеснить. Несколько раз на короткий срок уже в 30-е годы Праная будет в тюрьме оказываться. Конечно же, для него начало Второй мировой войны и союзнические отношения в Венгрии с Германией будут просто подарком. И Праная будет с восторгом участвовать и в боевых действиях, и в еврейских погромах. Уже в конце войны он попадёт в руки советских войск и, судя по всему, он сгинул в ГУЛАГе. Вот такая жуткая судьба. К середине 1920 года всё-таки тоже ценой дикой крови, пролитой обеими сторонами, происходит успокоение в Венгрии. Ну, как бы кажется, что всё наладилось. На самом деле, конечно, всё не так просто. Но вот эти события, что в Германии в разных её частях, что в Венгрии, это только верхушка айсберга, это самые яркие, бросающиеся в глаза, самые жуткие, самые кровавые события. А вообще-то революционная волна захлестнула практически всех. В самых разных местах, в старых, устоявшихся государствах, Германия, та же самая, Франция, в новых, недавно образовавшихся, начинаются революционные выступления. Где-то доходит до создания Советской Республики. Где-то это просто бунт, который быстро подавляется. Где-то это забастовки. Даже там, где вроде бы сохранилась стабильность, ну, Великобритания, конечно, классический пример, там всё равно происходит резкое поливение. Всем, наверное, в школе рассказывали про британских докеров, которые отказывались грузить оружие на корабли, которые шли в Советскую Россию, вернее, не в Советскую Россию, а в ту часть, которую контролировали белое для поддержки белого движения, как создавали комитеты от руки прочь от России. Георг Пятый, родственник и, в общем, приятель, если так можно сказать, Николая Второго, человек очень похожий на Николая Второго, человек, который много общался с русским царём, они ездили друг к другу в гости, они отдыхали вместе, участвовали в разных семейных праздниках, не хочет принимать в Англии царское семейство. Казалось бы, это странно, это его родня, которые свергнутые в 1917 году сидят в царском селе, во дворце под домашним арестом, их жизнь под угрозой. Весной 1917 года был теоретический шанс для Николая и его семьи выехать из России. Маленький шанс, но был. Если бы Англия настаивала сильнее, то, может быть, Временное правительство и пошло бы на это. Но Георг V, который, конечно, переживает за них, но он боится выступлений в Англии. Он прекрасно понимает, как сильны левые настроения, и если вот сейчас ещё в страну приедет русский свергнутый царь, не выйдет ли ситуация из-под контроля. И никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, как далеко шагнёт революция. В 1924 году в Англии происходит невероятное для того времени событие. На выборах побеждает партия, которая создана-то была всего за четверть века до этого, партия лейбористов, партия труда, социалистическая партия. И если сегодня лейбористы вполне вписаны в истеблишмент английский, британский, то в тот момент они казались почти революционерами. И то, что они победили, и Рамс и Макдональд создаёт правительство, это казалось какого-то невозможным делом. То есть вот по всей Европе наступает революция. И ощущение страха перед этим наступлением испытывают очень многие. Какие-нибудь представители среднего класса, которые дрожали в Мюнхене, в Берлине или в Будапеште, видя, что творят там левые. Это испытывают тысячи людей. Большевики в России способствуют распространению этого страха. Наверное, стоит вспомнить такую вещь, что вообще-то российская революция совершалась с прицелом на революцию мировую. Много споров провели где-нибудь там в швейцарских кафе большевики и меньшевики, обсуждая вопрос, а можно ли строить социализм в России, где пролетариат не составляет большинство населения, где промышленность слабо развита? Маркс пишет, что социализм, коммунизм должен основываться на высоко развитой промышленности. Ее нет в России. Как быть? Меньшевики говорили, надо ждать, надо совершить буржуазную революцию, установить демократическую власть, дальше промышленность будет развиваться, пролетариат будет расти, будет участвовать в выборах, приобретет политический опыт. Ну и лет через 50 просто в результате голосования, может быть, придет к власти. А Ленина такой вариант не устраивал, что там будет через 50 лет, что с ним будет через 50 лет, будет ли он жив. Его идея, которая очень нравилась многим, заключалась в том, что надо совершить революцию, надо прийти к власти, установить диктатуру пролетариата, власть Советов. А дальше, конечно же, начнется мировая революция. А дальше естественно, что рабочие развитых стран, европейских, а может быть, и американские, поддержат своих товарищей по классу. И надо сказать, что больше всего они рассчитывали на немцев, потому что Германия очень промышленно развитая страна, там огромный рабочий класс, там большие традиции рабочего движения. Маркс и Энгельс оттуда. Вот кто нас поддержит. Англия тоже с ее огромным пролетариатом, какие-нибудь там бирбингемские текстильщики, вот кто нам поможет, Манчестер, они поднимутся. В России все время ждут этой революции. Это очень хорошо видно. Когда Троцкий во время переговоров в Брест-Литовске выдвигает свою странную позицию ни мира, ни войны, армию распустить. Я когда училась в школе и вот читала в учебнике эту строчку, ну что, Троцкий идиот, что ли, что это значит? А это значит очень много. Мы не будем воевать, мы не хотим заключать мир с капиталистическим государством, мы распускаем армию и, естественно, мы ждем, что другие армии тоже будут распущены, что те рабочие, которые призваны в германскую армию, не пойдут против русских рабочих. Вообще, шанс был, если вспомнить, сколько было братаний. Но этого не произошло. Немецкие солдаты оказались все-таки дисциплинированными и выполнили приказ, пошли в наступление. Но очень характерно, что Троцкий всерьез верил в такой вариант. И очень многие этому верили. Почему шли такие бешеные споры у большевиков, как это можно заключать Брестский мир, когда в Германии вот-вот будет революция, а если мы заключим мир, то высвободятся силы для подавления этой революции. Мы не можем этого делать. Пусть лучше мы проиграем, говорил Бухарин. Пусть мы уйдем в подполье, лишимся власти, но ведь скоро, вот-вот, в ближайший месяц, может быть восстанет немецкий пролетариат и нам поможет. Это было очень распространенное представление. Без этого как строить социализм-то? Нет оснований в России для этого. И когда в 1919 году в Москве создается новое объединение коммунистических партий, третий интернационал, коммунистический интернационал, который зовут Коминтерном, тоже создается не просто так. Было два уже объединения левых партий в Европе. Первый интернационал, созданный Марксом, второй интернационал. Они много чего решали, собирались на конгрессы, обсуждали, что делать, если начнется война, принимали решение, что они не пойдут воевать. Потом все равно все практически воевали. Но Ленин-то создает Коминтерн для того, чтобы просто говорить. Коминтерн создается продуманно, как орган, который будет руководить революционной борьбой. Коминтерн закачивал огромное количество денег в компартии разных стран. Коминтерн отдавал непосредственные указания, что делать, какую политику вырабатывать, когда выставать. И это очень сильно работало на страхе жителей Европы. Вот там где-то в Москве сидят эти большевики, они создали какой-то жуткий конгломерат, объединили революционеров разных стран. Вот сейчас, сейчас начнется везде. Но дальше большевиков ожидало большое разочарование, потому что первые несколько лет после войны, действительно, пока ситуация была ужасной, когда экономика была в руинах, когда безработица была огромной, когда накопившаяся агрессия за годы войны искала какого-то выхода, будет очень много революционных выступлений. А в начале 20-х годов они начнут затихать. Потихонечку будет восстанавливаться экономика, люди будут возвращаться к нормальной жизни. Где-то восстания подавили, вот как в Берлине или в Будапеште, где-то были выступления, демонстрации, потом всё как-то сошло на нет. Уровень жизни растёт, зарплаты растут, безработица снижается. Генри Форд на своих заводах применяет конвейер, который помогает производить всё больше и больше товаров, всё более дешёвых. Вообще много чего можно уже купить в магазинах. Только работать, у тебя будет зарплата. Люди всё меньше думают о революции. Конечно, остаются какие-нибудь там, условно говоря, гамбургские рабочие, которые по-прежнему объединены в коммунистические ячейки, но что-то революции не видно. Это, кстати, будет невероятным таким вызовом, проблемой для российских большевиков. Мы говорили об этом, когда речь шла о России 20-х годов, потому что где она, мировая революция? Кто нам поможет строить социализм? Как быть? В Советской России было сделано два вывода. Во-первых, стали очень внимательно присматриваться к Азии. В Азии с пролетариатом тоже плоховато, но азиатские страны зато бедные. Индия, Китай. Там, где бедность, они легче реагируют на левую пропаганду. И там действительно были мощные революционные движения, и Коминтерн сыграет свою огромную роль, ну, наверное, прежде всего в Китае, где просто они руководили всеми практически действиями коммунистов до какого-то момента. И денег очень много давали, но далеко не только в Китае, во многих других местах. А с другой стороны начинаются вот эти бесконечные партийные споры в середине 20-х годов. Радикалы, Каменев, Зиновьев начинают говорить, ну да, нам нечего ждать помощи на Западе, значит, надо искать средства дома. Вот есть крестьяне, это мелкая буржуазия, надо их обложить такими налогами, чтобы получить от них деньги на развитие промышленности и на построение социализма. Крестьяне – это внутренняя колония пролетариата. Товарищ Сталин выступает в роли защитника, крестьян, и говорит, что так поступать нельзя, надо крепить союз между рабочим классом и крестьянством. Ну, а через несколько лет загонят крестьян в колхозы, заморят их голодом. Ну, это тоже уже совсем другая история. Но, во всяком случае, мировой революции в Европе что-то не предвидится. И может показаться, что там, скажем, к середине 20-х годов конечно, есть бедняки, конечно, есть безработные, конечно, есть множество людей, прошедших войну, которые никак не могут вписаться в мирную жизнь. Можно вспомнить героев трёхтоварищей товарищей Ремарка или героя Фиесты и заходит солнце Хемингуэя. Вот они не могут начать нормальную новую жизнь. Ну, в общем, люди уже не то, чтобы забыли. Забыть, конечно, на то, что было невозможно. Но, во всяком случае, начали новую жизнь, веселятся, танцуют Чирльстон, женщины носят короткие стрижки, джаз играет. В общем, такое ощущение, что весело живётся. Ну, обо всём этом мы отдельно в другой лекции ещё поговорим обязательно. Но сейчас для нас важно вот что. Что вот это представление о том, что, ну, всё, жизнь наладилась. Новые государства возникли. Худо, бедно, там конфликты, они есть. Старые рухнули империи. Раны залечены по возможности. Погибших, конечно, не вернуть, но давайте теперь жить. Вот это ощущение очень сильное. Но на самом-то деле 20-е годы – это очень страшное время. Это время нарастания тех жутких очень явлений, которые проявятся уже в 30-е годы, а потом взорвутся во время Второй мировой войны. Ну, вот посмотрим, что происходит. Значит, с одной стороны усиленно, последовательно строится какое-то новое общество, выстраиваются новые отношения между странами. Но это очень характерная вещь. Советская Россия – те самые большевики, которые так боятся, чьи агитации так боятся, Коминтерн. Вот они уже здесь советы создавали прямо в центре Европы. Но они победили. Они у власти в России. Всё. И дальше происходит, конечно, типичное такое рассуждение политиков. Нам не нравятся большевики, но они у власти. Что делать? Будем с ними как-то договариваться, несмотря на их политический строй. И начинают потихонечку признавать Советскую Россию, а потом уже Советский Союз. В первые годы после Гражданской войны первые договоры были с теми странами, которые, может быть, были сами заинтересованы в отношениях с Россией, или же эти страны, которые воевали с Россией, а теперь надо как-то договориться. Ну, вот заключаются договоры с Турцией, с Финляндией, с Монголией, где социализм тоже вдруг начинают строить, с Польшей, с которой воевали, не смогли захватить, но заключают договор. С Афганистаном, который хочет как-то урегулировать отношения со своим северным соседом. Это ещё совершенно не меняет ситуацию, потому что подавляющее большинство европейских стран Советскую Россию не признаёт. Дальше происходит такой поворотный момент. В 1922 году в городе Генуе собирается международная конференция для того, чтобы обсудить меры по восстановлению Центральной и Восточной Европы. И всем понятно, что бессмысленно это обсуждать, если Советская Россия, которая такую роль играет в Восточной Европе, не будет присутствовать. И посылают приглашение России и другим странам, возникшим на обломках Российской империи. И, наверное, если бы это был, скажем, 20-й год или 19-й, то большевики бы не согласились. С другой стороны, их бы и не позвали в это время, потому что было ещё не ясно, победят или нет. А это 22-й год. Они уже победили в гражданской войне. Уже новая экономическая политика, уже некоторые смягчения. Они тоже заинтересованы в торговле, в установлении отношений. И они приезжают. И к тому же ещё российская делегация представляет разные другие советские республики, которые через несколько месяцев войдут в Советский Союз. И начинается обсуждение проблем, ну и, конечно, очень важная проблема, которую многие страны беспокоят в эту послевоенную эпоху с огромными дефицитами бюджета. Это то, что Россия до революции и Россия временного правительства получала очень большие кредиты, займы от своих союзников, от страны Антанты, надо бы вообще вернуть. И нормальное правительство, придя к власти, обычно берёт на себя ответственность за то, что было до них. Но большевики, конечно, не таковы. Они говорят, мы вернём, если вы компенсируете ущерб за всё то, что было нанесено нашей стране в годы гражданской войны. Причём тут вы, а кто помогал белым, вот вы и возвращаете. И предъявляют счёт на какую-то космическую совершенно сумму. И, в общем, конечно, ни до чего не договорились на генуэзской конференции. Но на этой конференции, во-первых, большевики поняли, что вообще-то в них заинтересованы, их зовут. Даже если не договорились, Россия оставалась ещё изгоем. Но она нашла второго изгоя, Германию, с которой тоже пока что обращаются не слишком уважительно. И по-прежнему помнят, что Германия считается виновной в развязывании войны. Российские и немецкие дипломаты находят друг друга, уезжают на некоторое время из Генуи и в находящемся неподалёку итальянском городе Рапалло заключают между собой соглашение. Германия отказывается от своей доли кредитов, то есть свои долги она не будет требовать. И Германия отказывается от претензий на какие-нибудь территории. И они заключают торговые соглашения. Ну и вообще в 20-е годы Германия будет главный торговый партнёр России. И это было уже существенно. То есть Россия вдруг оказывается торговым партнёром демократической страны. И это неожиданно и для России, и для Германии. Ну а дальше посмотрели, посмотрели другие державы, пошли по пути Германии. В 24-м году дипломатические отношения с Великобританией, и с Францией, и с Грецией, и с Италией, с Данией, с Китаем, со Швецией. В 25-м году с Японией, в 26-м году с Исландией, с Саудовской Аравией, с Уругваем. То есть в общем, так попросту говоря, европейские страны, ну и как видно из этого списка, не только европейские, но, наверное, важнее всего, что европейские страны, начинают признавать Советский Союз как политическую единицу, как государство, с которым можно иметь дело. Ну и вроде это здорово, это хорошо, это мир, это разрядка в Европе. Но мы ещё сейчас чуть попозже увидим, что есть, конечно, у этого оборотная сторона. Пока что посмотрим, что происходит с Германией. А Германия вообще плохо. Германия разорена, Германия лишена важных промышленных областей, Германия унижена, у неё нет армии, формально, по крайней мере, хотя всюду создаются какие-то вот эти вот фрайкорпсы, странные спортивные общества, где учатся прежде всего стрелять. Но, во всяком случае, Германия переживает очень тяжёлый экономический период и очень тяжёлый моральный период. Германия унижена. Ну и мы, к сожалению, понимаем, что именно в эти годы постепенно начинает вызревать национал-социализм. Этого пока почти никто не замечает. Зато заметна другая вещь. Германия должна выплачивать гигантскую контрибуцию. А у неё нет денег просто таких. Она не способна это ничего заплатить. Там дикая инфляция, деньги на тележке возят, там зарплату получив. Но страны-антанты совершенно не хотят отказываться от того, что они считают своим по праву. В 22-м году решили так, что если у вас нет денег, платите натурой, платите углём, платите промышленными товарами. Пытаются сделать так, тоже плохо получается, потому что промышленность тоже в ужасном состоянии. И тогда в самом начале 23-го года Франция и Бельгия, то есть две страны, у которых главные претензии к Германии, потому что они больше всего пострадали от разрушений во время войны. Франция и Бельгия от имени Антанты всей, от имени международного сообщества вводят войска в Рурскую область, а Рурская область это самая промышленно развитая часть Германии. И говорят, что мы отсюда не уйдём, пока не начнётся нормальная выплата репараций и контрибуции. И это ещё один удар по самолюбию Германии, по её национальной гордости. Дальше происходит интересная вещь, потому что правительство призывает жителей Германии к пассивному сопротивлению. Всё останавливается. В Рурской области всеобщая забастовка. Не то, что ни о каких выплатах речи нет, но и, скажем, никакой промышленной продукции не производится, никакой уголь не добывается. Всё стоит. Ни Франция, ни Бельгия, никто не понимает, как решить этот вопрос. Мало того, правительство немецкое платит пособия бастующим рабочим, потому что они выступают не против своего правительства, они выступают против этих оккупантов. Откуда у них эти деньги? Денег-то нет в стране, ничего не производится, они печатают их. То есть, инфляция растёт ещё больше. Но уже к осени 23-го года кризис усиливается настолько, что приходится уступить. Пассивное сопротивление заканчивается, но только всё равно платить-то нечем. И тогда появляется американский предприниматель Дауэс, который разрабатывает свой знаменитый план, в общем, исходящий из простой логики, что для того, чтобы Германия могла что-то платить, она должна реанимировать свою экономику. Она сама не может. И тогда Германия получает огромный займ, прежде всего, от американских банков. За счёт этого займа она начинает потихонечку приводить в порядок промышленность. Временно выплаты сокращаются. Она всё равно платит, но мало из этих денег займа. А главная часть идёт на восстановление промышленности. Ну и потихоньку, потихоньку, постепенно жизнь налаживается. Промышленность начинает работать, инфляция падает, выплаты державам-победительницам идут регулярно. И вроде все довольны. Всё затихло. Здесь тоже. Я считаю, так неплохо всё складывается. С Россией начали договариваться. С Германией был конфликт в 1923 году. Но вот тоже нашли выход, экономика налаживается, всё успокаивается. Очень хорошо. Надо бы как-то не только экономическую сторону отношений с Германией, но и политическую решить. В 1925 году в швейцарском городе Лакарна собираются опять представители разных европейских держав. долго заседают, обсуждают и заключают несколько договоров, которые составляют такую систему целую, суть которой сводится к тому, что западные державы, прежде всего, конечно, Франция и Англия, гарантируют нерушимость западных границ Германии. И Германия тоже соглашается с этими границами, несмотря на то, то, что у неё отняли разные части территории здесь на Западе, но договорились, что здесь будет всё спокойно, что все признали эти границы, соответственно, никаких новых военных бурь не будет. Семь соглашений было заключено в Лакарна, очень все тоже радуются, потом все будут долго говорить, что в Европе царит дух Лакарна, то есть дух мира. Решили вопрос с границами. Германия взяла на себя обязательство в будущем все вопросы решать мирно. Всё очень хорошо, всё очень здорово. Французский премьер Аристид Бриан получит Нобелевскую премию за это. Замечательно. Все довольны? Не все, потому что эти договоры касаются только западных границ. А что касается восточных границ, где у Германии тоже много чего лишило, где часть территории ушла под контроль Антанты потом передали Литве в районе Мемеля, Клайпеда сегодняшней, где Польша возникла, где Чехословакия возникла и получила в частности Судетскую область, где большинство населения немцы. Вот про эти ничего не сказано вообще. И здесь вот эти новые государства, Чехословакия, Польша, Литва, они вообще очень обеспокоены. То есть что получилось, что западные страны, Франция, Англия, Бельгия, они гарантируют нерушимость западных границ, и Германия им обещает, что никогда не пойдет воевать, а про восточные никто ничего не сказал. Многие это воспринимают вообще так, что западные страны говорят, вот все, вы здесь, на Западе, не претендуете ни на какие перемены, вы признаете демилитаризованную Рейнскую зону, временную оккупацию Саарской области, те территории, которые ушли к Бельгии, ну а на Востоке сами разбирайтесь. Да, конечно, было сказано, что это не так. Франция заключила договор с Польшей, с Чехословакией, что в случае нападения на них будет помогать, то есть все-таки Германии не очень доверяют, но все равно получилась какая-то странная вещь. Вроде о мире договорились, но мир не для всех. И это вот тоже важная очень часть этого мира между двумя войнами, то, что там разные страны находятся в разном положении. Старые, давно существующие, устоявшиеся демократические страны в одном положении, а новые, недавно возникшие, разоренные войной, бедные, только-только формирующиеся государственностью, они совсем в другом. Это все поняли. Чемберлен из Англии, Бриан из Франции, Штрезе-Манс Германии получили Нобелевские премии. Нобелевский комитет оценил усилия Англии, Франции, Германии в деле мира. В Польше совсем эти усилия не оценили, но это пока никто не услышал. Но вот все радуются, или почти все. Значит, с Россией начали договариваться, там вроде бы смягчение, там новая экономическая политика. Кажется, Россия не такая страшная, как казалось. Похоже, она уже становится какой-то более цивилизованной страной. Ну да, с демократией там не очень. Ну, наверное, это в будущем. Германия, конечно, страшная, агрессивная, жуткая. Ну вот она взяла на себя обязательства, вот уже экономика налаживается. То есть все неплохо. И другая вещь, которая кажется почти бесспорной очень многим людям, не всем, это то, что после войны, после этой жуткой, страшной, ужасной, кровавой войны вообще-то победила свободная демократия. Ведь сражались с Германией, с агрессивной Германией, где у Кайзера была практически самодержавная власть, а теперь там демократическая республика. Австро-Венгрия, ну, может, не такая была реакционная, консервативная, как Германия, но тоже была империя. Теперь возникли республики. Османская империя была, теперь Турецкая республика. Российская империя, ну, какая-то там большевиков немножечко странная республика, но всё равно власть царя рухнула. Вообще идёт какая-то общая демократизация Европы, как кажется очень многим. В 1921 году один британский политолог выпустил работу «Современная демократия». Очень тоже характерное название. И он писал, что в современном мире происходит всеобщее признание демократии как нормальной и естественной формы правления. До войны в Европе было всего три республики Швейцария, Франция и Сан-Марина. А после уже 18. Юристы трудятся, разрабатывают конституции всех этих новых государств, пишут конституции, они принимаются. Кто бы мог представить себе это 50 лет назад? Вот как здорово свобода распространяется. Да, с проблемами, да, не без труда, но распространяется, и дальше будет все лучше. А с другой стороны, если посмотреть, то видно, Советский Союз, с которым так договариваются, совсем не демократическое государство. И к концу 20-х годов вот все иллюзии, которые мог породить НЭП, они растворятся, когда начнутся пятилетки, индустриализация, коллективизация, голод, первые публичные процессы, когда уже сформируется ГУЛАГ, ну и дальше, дальше, дальше все пойдет. В Италии Муссолини становится диктатором. Ну, мы не будем подробно об этом говорить, могу оттослать к своим лекциям о Муссолини, но во всяком случае Италия, которая боролась на стороне Антанты, то есть за свободу, за цивилизацию, демократическая страна, и вдруг оказалось, что фашисты какой-то свой совершают странный поход на Рим, и вот король уже сделал Муссолини диктатором практически, дал ему особые полномочия, и вот уже Муссолини, не скрываясь, говорит о целях фашистов, и вот уже там 25-26 год принимаются законы, которые уничтожают итальянскую демократию. Германия немножечко, может быть, отстает, но с каждым годом в 20-е всё больше разговоров о Гитлере, вот уже все читают Майнкампф, вот уже штурмовые отряды, вот уже всё больше людей голосуют за нацистов, то есть тоже как-то совсем недемократично всё происходит, но это далеко не всё, и вот это, может быть, одна из самых печальных и тяжёлых вещей, связанных с миром вот в этот межвоенный период. Я много раз в разных лекциях своих ссылалась такого замечательного английского историка Марка Мазовера на его очень интересную и неприятную, скажем, прямо книгу, которая называется The Dark Continent, Тёмный континент. Обычно чёрным тёмным континентом называют Африку, но эта книга про Европу в 20-м веке, про то, насколько действительно мрачной была Европа 20-го века, вот начинает он как раз с этих межвоенных десятилетий. Очень хорошо помню, первый раз, много лет назад прочитала я эту книгу и как-то очень сильно расстроилась. А готовясь к сегодняшней лекции, я тоже её перечитывала и расстроилась ещё больше. Первый раз тогда вот давно я расстроилась, ну, собственно, и сейчас-то меня расстраивает из-за того, что основная идея Мазовера заключается в том, что дело не просто только в коммунистах, только в Гитлере, только в Муссолини, что был такой общий антидемократический тренд по всей Европе. Вот он пишет, ещё сегодня многим людям легче представлять себе межвоенную Европу как континент, который уводят в неправильном направлении безумные диктаторы, а не как континент, который осознанно решил отказаться от демократии. Дело не только в Сталине, Муссолини и Гитлере, или даже шире, можно сказать, дело не только в Италии, Германии и России или Советском Союзе. Можно долго объяснять, что у этих стран не было корней демократии или что-нибудь в этом роде, но в других странах происходили похожие вещи, они только, может быть, не дошли до таких крайностей, как в СССР или в Германии. Вот это вот страшно. А перечитывая теперь эту книгу, я с ужасом поняла, как много там описано явлений вот из тех лет, из 20-х, 30-х, которые перекликаются с сегодняшним днём. Я не люблю сравнения разных эпох, но когда видишь схожее явление, то начинаешь думать, что, может быть, этот же тренд антидемократический продолжается, несмотря на Европейский Союз, на все разговоры, договоры, и это очень страшно. Мне хочется думать, что это не так. Ну, поживём, увидим. Идея Мазовера заключается в следующем, что, помимо вот этих знаменитых, так сказать, диктатур, в той или иной мере авторитарные режимы в 20-е, 30-е годы возникают в самых разных странах. Возникает режим Хорти в Венгрии, сейчас мы о нём поговорим. Появляется диктатор в Испании. Сначала Прима де Ривера, потом будет Гражданская война, потом появится Франко. Появляется Салазар в Португалии. И много можно ещё найти диктаторов. Кто-то помягче, кто-то посуровей. Но общий вот этот вот отказ от демократических принципов вдруг, после того, как сражались за демократию, он виден в разных частях Европы. Ясно, что это связано, конечно, с войной, потому что процветает культ насилия, культ силы, презрение к личности. Что может сильнее показать ничтожность личности, чем война? Повсюду превозносятся какие-то надличностные идеи. Это может быть коммунизм в Советском Союзе, это может быть расовое превосходство в Германии, это может быть национализм, как, скажем, в Венгрии. Опять же, это может приводить к разным последствиям, но всюду исходят из представления о том, что есть что-то важнее отдельного человека, и это всегда очень страшно. Миклаш Хорти, о котором я уже говорила, адмирал, служивший в австрийской армии, высловлявший флот австрийский, австро-венгерский, затем ставший таким центром сопротивления коммунистам, человек, при котором совершались вот эти ужасы белого террора, и, как я сказала, идут споры. Знал он об этом, ну, то есть не знать он не мог, но поощрял ли он это, приказывал ли он им это делать, не обращал на это внимания, почему, потому что понимал, что не справится со своими полевыми командирами, или потому что считал, что нормально, что они всех запугивают. Есть много сведений о том, что он пытался остановить людей типа Палопранаи и не давать им так бесчинствовать. Опять же, это могут быть разные причины, чтобы просто навести порядок, или потому что ему это казалось негуманным. Но он занимал, конечно, куда более разумную и гуманную позицию, чем Палопранаи подобные ему. Но это не значит, что она на самом деле была полностью гуманной. Он получил огромную власть, и это тоже будет очень важная вещь для всей Европы, мы сейчас об этом поговорим, о том, что исполнительная власть начинает задавливать законодательно. Он получил огромную власть, он пользовался ей в течение многих лет. И если при его власти не происходили каждый день ужасающие погромы, то во всяком случае его правление было националистическим, его правление явно было авторитарным, представители самых разных оппозиционных движений оказывались под угрозой, покидали страну, были арестованы. Не так, чтобы он кинулся в объятия к Гитлеру, и он пытался сохранять какую-то независимость Венгрии от германских решений. Вот Пал Пранай был в восторге и просто с радостью бросился воевать с Советским Союзом и уничтожать евреев. Хорти не очень хотел ни воевать, ни уничтожать кого-либо, но делал всё это. Не просто потому, что так страшно боялся Гитлера, потому что, в общем, это вписывалось в его программу, в его представление о мире. Конечно, после войны он покинет страну, он отправится в рай для всех свергнутых диктаторов, в Португалию, и на вилле в Иштарилле будет писать воспоминания, объясняя, конечно, какой он был хороший, как он не хотел подчиняться фашистам. И при этом, так как неоднократно ему ставили в вину те ужасы, которые совершались во время Белого террора или во время войны, а он ответил, я не считаю нужным сожалеть о несправедливостях и жестокостях, совершенных в то время, когда только железная метла могла вымести мусор из страны. Естественно, имеется в виду коммунисты, евреи, которые, в общем, с точки зрения ну уж Палопраная точно не отличались от коммунистов. Но вообще даже не важно, имеется в виду люди, которых железной метлой выметали. Он не считает нужным за это извиняться. В общем-то, получается, что он, может быть, не хотел, чтобы такие жуткие страшные вещи совершались в Венгрии, но надо же было с левами это справиться. В Венгрии будет странная ситуация в 20-30-е годы, потому что она формально будет считаться королевством, но бывший император австро-венгерский Карл, он же считался королем венгерским, он сделал несколько попыток вернуться в Венгрию, но у него ничего не получилось. А регентом, то есть практически занимавшим место вот этого отсутствующего короля, был Хорти, который добился огромного расширения своих прав, то есть он, в общем, был королем, только не коронованным. Он мог объявлять мир, заключать войну, он решал все важнейшие вопросы. При этом его совершенно обуревала ненависть коммунистам. американский дипломат, который был в Венгрии в период между войнами, написал, что он настолько часто и настолько яростно высказывался о коммунистах, что дипломаты вообще перестали обращать на это внимание, что они решили, ну, это фобия у него такая, вот пунктик у старичка, неважно там, что он говорит. На самом деле, это очень важно. Хорти, конечно, отличался от Гитлера, безусловно, и от Сталина, безусловно. Это был более мягкий режим, но это был все равно жесткий режим, первое. И главное, какими бы ни были диктаторы, правые, левые, умеренные, они презирали демократию. Они не скрывали этого. Они могли по-разному выстраивать свои государства, но то, что вот эти парламенты, вот эта какая-то дурацкая борьба партий, что это все не нужно, это представление господства. Это хорошо видно на примере другой, как раз возникшей в этот момент страны, Польши, где таким национальным кумиром, ну, и, в общем, заслуженным национальным кумиром, становится Юзеф Пилсудский, человек, который, в общем, всю свою жизнь, с молодости посвятил борьбе за независимость Польши. Человек, который объединялся с российскими революционерами, еще с народной волей даже, и пытался организовать теракт против Александра Третьего, и участвовал в революции 905-го года, и был арестован, и бежал, и оказывался в эмиграции, и с Японией пытался договориться о борьбе против Российской империи, и много, потрясающую, совершенно, конечно, прожил жизнь, даже в те периоды, когда самые разные польские организации были готовы хотя бы на получение автономии, какой-то частичной самостоятельности, самоуправления, он ставил задачу независимость и шел к ней. И когда началась Первая мировая война, военные отряды, польские легионы, созданные Пилсудским, сражались на Австро-Венгерском фронте против России. При этом Пилсудский дал знать командованию Великобритании и Франции, что против них он сражаться не будет, что его враг именно Россия. Но при этом тоже он вел себя достойно, он не был готов ради своей борьбы идти на какие-то особые компромиссы. Мы говорили в лекции о конце Первой мировой войны, что Германия пыталась играть с польским национальным движением, пыталась использовать его в своих интересах и в частности была готова провозгласить как бы независимую Польшу, которая должна была признать конечно верховенство Германии и сражаться под командованием Германии. И они уже начали переговоры с Пилсудским, который с возмущением отказался и в результате попал в немецкую тюрьму, где и будет находиться до конца войны. То есть идти на какие-то уступки ради непонятных дальнейших выгод он был не готов. И дальше, когда появляется независимая Польша, несколько раз ему предлагают возглавить правительство, потом стать президентом, он отказывается. Сначала он будет называться временной глава государства. С 19 года глава государства такое не очень понятное определение, что это такое президент, премьер-министр, это кто. Он, конечно, очень много сил уделяет формированию армии, но и в 20-м году, когда советские войска рвутся на территорию Польши, рассчитывая, конечно, присоединить Польшу к советской России, а потом идти дальше в Европу, совершать мировую революцию, то оказалось, что вот только что возникшей Польши вообще уже очень даже неплохая армия, которая может противостоять советской армии, при том, что почти дошли до Варшавы войска, но Пилсудский, которому все время ставили на вид, что он вообще-то непрофессиональный военный, а Пилсудский смог остановить войска, это назвали чудом на Висле, хотя сегодня некоторые историки говорят, что вовсе не его была главная роль, но, конечно, в тот момент это воспринималось безусловно как его прежде всего достижение, и популярность Пилсудского в Польше как человека, столько лет боровшегося за ее независимость, как человека, сформировавшего польскую армию, как человека, создающего польскую государственность, популярность его была огромна. А дальше в польском государстве, в Польской Республике принимается Конституция в 21-м году. В этой Конституции совершенно осознанно ее создатели ограничивают права президента, опасаясь того, что Пилсудский станет президентом, получит эти огромные права, будет дальше воевать, и, может быть, даже не только с Россией, с другими соседями. И поэтому, когда ему при его огромной популярности предлагают стать президентом, он отказывается, потому что он не хочет быть президентом с ограниченными правами. Президентом выбирают другого человека, которого очень быстро после избрания убивают террориста. И, как считают историки, что для Пилсудского вот это убийство Габриэля Нарутовича, президента, его друга, стало во многом поворотным пунктом. То есть, что с этого момента он уверился в слабости демократии, в ее, может быть, даже вреде для Польши. Хотя, мне кажется, что и до этого были у него такие мысли. Возможно, вот эта трагическая история, она только подтолкнула его к этому осознанию. Но дальше Пилсудский, как глава генштаба, вместе с военным министром, воет чрезвычайное положение, избирается новое правительство, куда более правое, чем до этого. Хотя вообще сам Пилсудский считался социалистом. Хотя он потом говорил, что все, он закончил социалистическими идеями. Избирается правое правительство, но в стране в общем такой большой хаос. Пилсудский уходит в отставку со своих постов, отправляется в поместье, которое ему было подарено, и, как и полагается, политику в такой ситуации занимается написанием воспоминаний. Но проходит несколько лет, и он опять уже на политической арене. На него, как и на многих других в Польше, как я уже говорила, очень сильное впечатление производят эти договоры в Лакарно в 1925 году, потому что он это воспринимает как угрозу Польше. Мало того, что в Польше очень плохое экономическое положение, правительства меняются одно за другим, такой хаос, а тут еще великие державы, такой договор с Германией заключили, что западные границы гарантируются, а восточные нет. И сейчас вот Германия пойдет на Польшу. И он приходит к выводу, что нужно вмешаться ради спасения Польши. Как говорил Пилсудский, что каждый честный поляк плюет, когда слышит слово Лакарно. Он снова возвращается к политической жизни, он говорит, что он готов участвовать в политике, он готов бороться с сеймократией, говорит он. Сейм – это польский парламент, то есть с борьбой парламента. В мае 1926 года большая часть варшавского гарнизона высказывается в поддержку Пилсудского, начинается военный переворот. В течение нескольких дней власть, президент, сейм пытаются какие-то переговоры с ним вести, пытаются добиться умиротворения, президент встречается с ним в Варшаве на мосту, они долго разговаривают, ни о чём не договариваются, а в городе уже столкновения, уже просто начинается гражданская война, но пока в масштабах только Варшавы. И тогда президенты правительства совершают такой неожиданный шаг, на который далеко не все президенты и не все правительства в мире готовы. Они понимают, что сейчас эти столкновения в Варшаве выльются за пределы столицы и будет гражданская война в стране. И очень может быть, что это даст повод Советскому Союзу или Германии напасть. Они не хотят этого, они уходят в отставку. Проходят выборы, народное собрание предлагает Пилсуцкому стать президентом. И он опять отказывается, потому что малые полномочия президента. Он ещё доживёт до 1935 года. За это время несколько лет он будет премьер-министром, но, в общем, он этого не хотел. Его основная должность была министр обороны, и он контролировал армию. Но в реальности вся власть была в его руках. И в 1935 году, Пилсуцкий уже был старый и умер вскоре, но была принята новая конституция, по которой права президента были резко расширены. И она, конечно, была рассчитана под Пилсуцкого. А за все эти годы, до 1935, он создал новое объединение, новое движение, куда включил людей разных политических направлений. Там были очень разные люди, они все были объединены его личностью. И после его смерти движение, в общем, потеряло свое значение и распалось. И это тоже очень характерно. Такие движения, которые идут за лидером, а без него они ни на что не способны. Конечно, Пилсуцкий – это совсем не Муссолини, не Гитлер. Это человек совершенно другого плана, другого разряда, вызывающий куда больше уважения, человек, действительно, формировавший свою страну. Но при этом этот человек, конечно, тоже презиравший парламентаризм. То есть вот такие разные люди с такими разными судьбами, как Хорти, Пилсуцкий, многие другие, Франко потом, Салазар, для них парламентаризм – это неправильно. Для них демократия – это дурно. Они могут использовать какие-то институты демократические, могут их отвергать. Но это дурно. За те годы, что Пилсуцкий реально был правителем страны, были ограничены права Сейма, прошли суды в городе Бресте над деятелями оппозиции, обвинения были очень слабо доказаны, однако, конечно же, их всех признали виновными в антиправительственной, антигосударственной деятельности. Им дали возможность при желании уехать из страны, но уехали не все. Некоторые остались и были отправлены в тюрьму. Потом был создан лагерь, в который отправляли политических противников без суда. Поэтому он не назывался тюрьмой, так его нельзя было назвать. Это был такой вот лагерь временного содержания, куда отправляли тех, кто угрожил общественному порядку. Их без суда держали три месяца, а потом это можно было продлевать. Ну и в какой-то момент вообще разозлившись, уже престарелый маршал сказал, что the same это проститутка, это парламент. Вот это его отношения. И естественно возникает вопрос, а почему похожие вещи стали возможны в разных странах, в разных обстоятельствах, в разных государствах? Почему вот это отторжение парламентской демократии? Это можно объяснить, конечно, по-разному. Очень часто это объясняется страхом перед большевиками и ощущением того, что слабые, усталые, старые либеральные партии не могут противостоять напору вот этой вот молодой, новой власти. Скажем, какой-нибудь Муссолини говорил это прямо и открыто, Хорти, в общем, тоже. Мы будем бороться с большевиками. Демократия не справляется. Это один вариант. И, наверное, это, конечно, существовало. Все вот эти такие авторитарные, полуавторитарные, жестко авторитарные лидеры, они многое взяли у большевиков. В частности, конечно, они начали менять государственную власть в том направлении, о котором в XIX веке почти не думали. Они начинают проводить активную социальную политику. Сегодня нам это кажется естественным. Какое же государство не проводит социальную политику, не заботится о здравоохранении, жилье, о пособиях? Вообще-то, в XIX веке это совершенно не считалось задачей государства. А вот посмотрели на большевиков, ну, может быть, решили, что это правильно. Или просто испугались, что люди будут говорить, ага, в Советской России-то это есть. Во всяком случае, все вот эти новые авторитарные лидеры, они всё время подчёркивают свою заботу о народе. Они же народом выведены. вот это вот странное такое соединение вроде как демократических взглядов и абсолютного отторжения демократии. То есть народ выдвинул этих людей, это может быть марш на Рим, это может быть просто народная популярность. А институты, все эти партии и так далее, это не нужно. То, что эти недемократические режимы формируются в противостоянии с левыми, это хорошо видно, скажем, на примере Австрии, где в Вене местные власти были социал-демократическими в течение многих лет. С того момента, как возникла Австрийская республика, в Вене руководили социал-демократы, проводили достаточно левую политику. Конечно, для Ленина социал-демократы это чуть ли не буржуазия, а для какого-нибудь среднего жителя Вены непонятно, это кто. Страшновато немножечко. И возникает противоположное движение, движение националистическое, движение в Австрии конкретно они принимают такой очень католический характер. Большевики же, коммунисты в любой стране, они против церкви. Церковь против левых. В 1927 году члены правой националистической организации обстреливают левую демонстрацию. В одном из австрийских городов погибают люди, начинаются столкновения между левыми и правыми, причем во всей стране, довольно кровавые столкновения. И в конце концов австрийский канцлер Энгельберт Дольфус, человек правых взглядов, его часто называют фашистом, но он был такой правый политик, очень сильно нацеленный на союз с католической церковью. Когда конфликты достигают уже большого уровня, Дольфус распускает парламент, он увеличивает права канцлера, то есть права исполнительной власти, он очень сильно опирается на церковь. В частности, например, он отменяет отделение школы от церкви. Он проводит такую вот, как он считает, католическую политику. В общем, устанавливает по сравнению с другими диктатурами достаточно мягкую, но на самом деле, конечно, все равно диктаторскую политику. В феврале 1934 года будет восстание, которое он подавит в крови, но дальше пронацистские, прогерманские силы попытаются заставить Дольфуса проводить прогерманский путь, присоединиться к Германии, а это 1934 год, уже Гитлеру власти. И от этого он откажется, и его убьют. Он будет ранен, его просто оставят истекать кровью. Дольфус, который у нас идет везде по графе фашист, а значит, он должен быть с Гитлером и с другими. А его убивают прогитлеровские настроенные люди. А Муссолини в этот момент выступает за независимость Австрии, и у него конфликт с Гитлером. То есть эти диктаторы, они могут ссориться между собой, но это не отменяет того, что они все диктаторы. Иногда в том, что происходило, в эти годы историки ввинят конституции, разработанные в разных странах. Где-то это молодые страны конституции только создавались, где-то они менялись. И парламенты в большинстве европейских стран формировались с помощью пропорционального представительства. То есть, что это значит? Что выборы проходили по партийным спискам, и в зависимости от количества полученных голосов каждая партия имела определенное количество, пропорциональное количество голосов, количество мест в парламенте. Очень здорово, очень хорошо, это интересная система, до сих пор много где применяющаяся, например, в России. Защитники пропорциональной системы говорят о том, что она дает возможность показать весь спектр политических направлений, течений в стране. Какая-нибудь маленькая партия, но она тоже представлена, потому что сколько-то человек за нее все-таки проголосовало, она получила несколько мест, если нет процентного барьера при проходе в парламент. И это действительно интересно, это получается такой срез страны. А с другой стороны, в 1930 году в Рейхстаге было 16 партий, в Чехословакии в это время было 19 партий. И это было бы здорово, если бы они могли договариваться между собой, а это совершенно не получалось. Парламенты эти, они как бы отражали все деления, которые существовали в стране. Могли быть партии, созданные по социальному признаку, крестьянская партия, рабочая партия, могли быть национальные партии, созданные меньшинствами, могли быть религиозные партии. И вот все эти группки, маленькие, большие группы, они все отказывались в парламенте. И это вообще здорово, это же и есть представительство. Вот они все, договаривайтесь теперь, а вот тут-то ничего не получалось. То есть парламент отражал реальное положение дел в стране, реальный раскол, но не давал им возможности договориться между собой. Тут, конечно, возникает вопрос, это изъян системы, потому что очень многие историки, и социологи, и политологи до сегодняшнего дня говорят, что вот это изъян пропорционального законодательства, пропорциональной избирательной системы в том, что возникает такая дробность, фрагментарность, ни о чем договориться невозможно. Или же это изъян самих политиков, или самого общества, что они не могут пойти друг другу навстречу. Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Но я знаю, что действительно пропорциональная система работает плохо. Она приводит к раздорам, к нестабильности, к разным фракциям, которые могут меняться, распадаться, возникать. То есть парламент становится неработоспособным или малоработоспособным. И все избиратели это видят. Возникают скандалы, возникают грубые препирательства, возникают драки. Драки в парламенте далеко не являются прерогативой Российской Думы. Это в самых разных местах бывает. И все это, конечно, компрометирует парламент. И все это вызывает большие сомнения в его целесообразности. То есть огромное количество людей, глядя на то, что происходило в парламентах их стран, не приходили к выводу, нам надо как-то сплотиться, нам надо преодолеть эти противоречия. А они приходили к другой мысли. Нет толка от этого парламента, он все равно ничего не решает. Нужны какие-то другие силы, которые будут решать наши проблемы. И возникает напрашивающаяся мысль, что если законодательная власть ничего не может решить, значит, решит власть исполнительная. И это тоже странная такая ирония истории, потому что в течение всего XIX века, можно шире сказать, в течение всего периода после французской революции, основной такой политический тренд заключался в том, чтобы ограничить исполнительную власть, которая выражалась во власти короля, царя, императора и так далее. Ограничить ее чем? Представительным органом. Парламент, Дума, Рейхстаг, назовите как хотите. А когда это сформировали, то вдруг выяснилось, что они там ни о чем не могут договориться, что нет какого-то стабильного большинства какой-то партии, или, скажем, двух партий, как бывает при двухпартийной системе, которые бы, может быть, и меняли друг друга, но не так часто, как это происходило в европейских странах в 20-е-30-е годы. Значит, может быть, как-то ограничить вот этих болтунов никому не нужных. В Германии Веймарская Республика обладала прекрасной конституцией, очень демократической, дававшей очень большие права. Вот прям здорово, замечательно, если не помнить, что потом произошло с Веймарской Республикой и кто пришел ей на смену. В Веймарской Конституции была 48-я статья, в которой говорилось, если государство не выполняет обязанностей, возложенных на него конституцией или законами, президент может использовать вооруженные силы, чтобы заставить его сделать это государству. Если общественная безопасность и порядок серьезно нарушены или поставлены под угрозу, президент может принять меры, необходимые для их восстановления, вмешиваясь, если необходимо, с помощью вооруженных сил. С этой целью он может временно приостанавливать полностью или частично основные права, предусмотренные Конституцией. В Веймарской Республике у Рейхстага вообще были большие права, но там даже никто не мог ни с кем договориться. А особенно когда оказалось, что две мощных силы в стране это коммунисты и нацисты, то тут как-то совсем стало непонятно, что делать дальше. И вот в последние годы существования Веймарской Республики по этой 48-й статье неоднократно принимались чрезвычайные указы, менявшие положение в стране. То есть рейхспрезидент пользовался своими этими особыми полномочиями для того, чтобы наводить порядок. Но в общем тем самым он прокладывал дорожку Гитлеру, потому что люди уже привыкали к этим особым полномочиям исполнительной власти. Я не буду говорить, что только из-за этого всё произошло, но это была важная база. Но очень легко обвинить депутатов. Это просто такие мальчики для битья. Понятное дело, они говорят глупость, они ссорятся между собой, по умолчанию все предполагают, что они все берут взятки, что они воруют, что они такие-сякие. Мы все хорошенькие, а вот депутаты, которых мы же выбрали, они такая дрянь. Естественно, какой-то резон в этом есть, но с другой стороны есть куда более широкая основа для того, что происходило тогда в Европе. Как написал один немецкий политолог, за парламентским кризисом, имеется в виду тем, который происходил в Европе в разных странах, скрывается более широкий кризис, кризис европейской жизни. Вдруг выяснилось, что вот в этой послевоенной Европе, где тысячи людей уже приучены к тому, что насилием можно решать вопросы, где бушует национализм. Далеко не только какие-то крайние левые или правые радикалы презирают демократию, что это вообще как-то на повестке дня у всех находится. Если подумать, какое огромное количество европейских интеллектуалов 20-30-х годов восхищалось или Сталином, или Муссолини, или Гитлером, то вообще становится страшно, потому что список огромный. Им нравилась политика, проводившаяся в Советском Союзе или в Германии, а ещё им нравилась энергия этих лидеров, что-то новое, что они несли. Эти вот старые либеральные представления казались какими-то отжившими. Во-первых, вот эти самые демократы, парламентарии привели мир к войне. И вообще сейчас такая новая жизнь, сейчас энергия, культ силы значил очень много, далеко не только фашистская Германия. Культ силы виден в творчестве самых разных художников, поэтов, об этом можно очень долго говорить, призывы к какому-то очищению мира через кровавую баню, всё это было. Герберт Уэллс, который много чего понимал про государственные устройства и так далее, он выступал в летней школе в Оксфорде перед студентами и говорит, вы должны стать либеральными нацистами. Да что вообще такое либеральные нацисты? А он имеет в виду, с одной стороны, конечно, сохранить верность, там, либерализму и всё такое прочее, но перенять у них их жизненную силу, их энтузиазм, их стремление вперёд, ну, то есть, в общем, их поведение, и никому не приходит в голову, что это поведение теснейшим образом связано с их политическими взглядами. В 1934 году Салазар, который к этому моменту уже прочно укрепился как диктатор в Португалии, он пишет, если не будет какого-то отступления назад в политическом развитии Европы, то через 20 лет в Европе вообще не будет никаких представительных органов. Мы знаем, что Салазар ошибся, и в 1954 году в Европе будет много представительных органов. Но вот в 1942-1943 вполне могло показаться, что Салазар прав, что Европа идёт к этому отторжению была демократия. Где-то добровольно, ну, как даже Венгрия, где-то насильственно в тех странах, которые завоевал Гитлер. Но это происходит. Это был страшный такой момент в истории Европы. И, кстати, очень трудно сказать, изжила ли его уже Европа. Потому что в какой-то мере сегодня вот этот процесс выходит на новый виток. Можно сказать, что там 70-80 лет для истории это мелкий перерыв. Может быть, это просто продолжение старого. Мне не нравится эта мысль, но что делать? Другая вещь. Помимо вот этого отторжения демократии, усталости от демократии, презрения к парламенту как к бессмысленному месту, отторжения идеи партии и замена ее каким-то таким общенациональным движением, идущим за вождем. Помимо всего этого была еще одна вещь, тоже резко проявившаяся после Первой мировой войны. Это резкое, агрессивное, сильное возрастание национализма. Национализм возник где-то в конце XVIII века, очень бурно развивался в XIX веке, но в XIX веке он был очень сильно связан с освободительными движениями, будь то движение балканских народов против Османской империи, или движение за объединение Италии, ресорджемента, или изначально на первом этапе движение за объединение Германии. То есть национализм – это движение за создание национального государства, что казалось в XIX веке вполне реальным. Вот надо империи все разрушить, создать национальные государства, кстати, провести там реформы, хорошие реформы, либеральные реформы, дать те свободы, которых лишены люди, живущие в империях. Все очень здорово. Но к концу XIX века национализм становится все более агрессивным, и все чаще это уже не просто борьба за свободу, а это борьба против угнетающих наций, или против соседей, которые тоже на что-то претендуют. И очень часто он связывается с представлениями о том, что наша нация лучше других. Это, конечно, во многом приведет мир к Первой мировой войне, и в Первую мировую войну это невероятно все разрастется. Понятно, что если ты сражаешься за свою страну, и тебе все время объясняют, что с той стороны враги из другой нации, тебе просто для того, чтобы как-то жить самим собой, пока ты стреляешь в людей с той стороны, тебя все время думают, что они враги, что они ужасные, что они кошмарные, это облегчает тебе жизнь. Ну вот война кончилась, эти ощущения остались, а к ним присоединилась еще одна вещь, та, собственно, с которой мы начали. Империи развалились, и возникло огромное количество новых государств. И эти государства, как предполагалось, все были национальными государствами. То есть это были государства, где в теории должен был жить один народ. В Австро-Венгрии обитало множество народов, и в Российской империи обитало множество народов, и в Османской империи обитало множество народов. Они далеко не всегда жили мирно, но сама идея империи была, что здесь живет очень много разных народов, они все подчиняются государю. Ну вот возникает Венгрия, Польша, Чехословакия два народа, но подчеркивается, что это два народа, Чехия и Словакия. Возникает государство сербов, хорваты-словенцев. Потом осознанно его переименуют в Югославию, чтобы подчеркнуть единство. Но все равно все будут помнить, что здесь живут сербы, хорваты и словенцы. Это же очень здорово. Опять же, народы, которые до этого томились в тисках империи, получили свои государства. Я это говорю, в общем, без иронии. Но дальше выяснилось несколько вещей. Во-первых, выяснилось, что нет ни одного государства, в котором бы жил один народ. Что всюду есть меньшинство. Иногда эти меньшинства очень даже большие. Иногда получалось так, что это меньшинство когда-то в империи было господствующей нацией. Вот как было, например, с судетскими немцами. Иногда этих меньшинств много. И что с ними делать, если это государство одного народа? Дальше выяснилось, очень связанная с этим вещь, что границы этих национальных государств были проведены, ну, не скажу, что по линеечке, как это будет, когда будут африканские страны создавать. Они были проведены достаточно прихотливо. И те страны, о которых больше заботились, скажем, во время Парижской конференции, получили больше земель, а другие получили меньше. И у тех, кто проиграл войну, какие-то территории отняли. А это же были не просто территории. Это были земли, на которых люди жили. Люди, которые говорили на определенном языке, исповедовали какую-то религию. Они оказывались тоже вдруг в положении меньшинств. Как пишет Марк Мазовер, Версаль, имеется в виду Версальская система, созданная после Первой мировой войны, Версаль дал 60 миллионам людей их собственное государство. Но он же превратил 25 миллионов людей в меньшинства. Что с ними делать? С одной стороны, еще в 14 пунктах, которые американский президент Вильсон сформулировал, добиваясь окончания войны, говорилось о предоставлении прав меньшинствам, о защите этих прав. Правда, никто не понимал, каким образом эти права надо защищать. Ну да, надо защищать людей от убийств по национальным или религиозным соображениям. Хотя таких убийств, увы, было огромное количество. Надо давать им возможность получить какие-то права, получить образование на своем языке, культурные учреждения, газеты. Очень хорошо. Вообще-то, конечно, большинство политиков не обязательно говорили об этом. Но совершенно ясно, что большинство из них считало, что да, мы сейчас будем защищать меньшинство, а потом они должны будут ассимилироваться. А как иначе? Если они будут жить в польском, венгерском, чехословацком, югославском государствах, они должны стать такими же, как остальные граждане этих государств. И тогда они будут нормальными гражданами. Именно поэтому такой всплеск антисемитизма. Не только поэтому, конечно. Но так как евреи очень сильно противостояли ассимиляции во многих случаях, то их, опять же, во многих случаях воспринимали как тех, кто никогда не будет ассимилирован, а значит, как врагов. Ну, то есть, идеал ассимиляции. Что-то плохо с этим получается. Потому что, естественно, общий национальный подъем привел к подъему не только тех народов, которые создали государство, но и других тоже. И они тоже что-то для себя хотят. И ассимилироваться не хотят. Так, что еще? Какие еще могут быть варианты? Но есть крайний вариант уничтожения. То, что происходило, скажем, с армянами в Османской империи. Естественно, цивилизованные страны не могут признавать это как естественный способ обращения с меньшинствами. Хотя в очень многих странах попытки какие-то таким образом разобраться с меньшинствами существуют. Задолго до Гитлера. Но все-таки это крайности. Что еще? Где-то в глубинах форен-офиса возникла мысль. А почему бы им не переселиться? Почему бы не дать возможность представителям национальных меньшинств переселиться в свои государства? Это очень здорово, если эти государства есть. Есть ли эти люди не евреи, не цыганы? И на самом деле еще много кто. И другая вещь. А хотят ли эти люди переселяться? Очевидно, предполагалось, что, конечно, хотят. А как же? Ведь все хотят жить в своем национальном государстве. И им там будет очень здорово. Маленький такой был эксперимент. Ну, маленький в масштабах страны. Когда в 1919 году Греция ограниченно провела обмен населением с Болгарией. А вот в 1923 году был проведен грандиозный эксперимент, когда Греция и Турция, находившиеся в очень напряженных отношениях, воевавшие перед этим, решили провести обмен. Пусть все греки живут в Греции, пусть все турки живут в Турции. Никто не мог понять, каким образом отделить турка от грека. Очень просто, по религии. Все, кто были православными в Турции, ну, только для жителей Стамбула было сделано исключение, должны отправиться в Грецию. Даже если они не знают греческого языка, а среди более чем миллиона человек, которых сочли греками и отправили в Грецию, очень многие не говорили на греческом. Но их отправили туда, оторвав от родных домов, с небольшим количеством имущества, естественно, без всякой возможности продать свой дом за нормальные деньги. Их отправили в Грецию, где их встретили, как чужаков, потому что у них были другие обычаи, другой говор, другой язык. И это была страшная трагедия. Точно так же, как это была трагедия для очень многих из полумиллиона мусульман, живших в Греции. Многие из них, например, были этническими греками. По тем или иным причинам когда-то их предки приняли ислам. Теперь их всех назвали турками и отправили в Турцию. И это, конечно, травма. Ну, может быть, на фоне многочисленных последующих травм забытая в какой-то мере. Вот я когда-то была экспертом в проекте образовательном в Турции. И там один учитель сделал материал о переселенцах, вот этих вынужденных. И там было такое количество фотографий и воспоминаний, полных отчаяния о том, как людей вырывают почему-то из их родных мест, потому что считают, что они должны жить в другой стране. Представители Центральной и Восточной Европы очень часто горько упрекали западные страны и Лигу наций в том, что забота о меньшинствах, как они считали, навязывалась только им. Меньшинства-то есть везде, и во Франции, и в Англии, где угодно. А почему-то про них никто не говорит. А у Лиги наций не было единой политики, касавшейся меньшинств. И все разговоры о том, что давайте общие принципы примем, эти разговоры ни к чему не приводили. По разным причинам. Например, потому, что тогда следующим шагом было бы предложение принять такие же принципы относительно народов-колоний, которые уже очень волновались и хотели свободы. Этого никто не хотел. Япония еще на Версальской конференции предлагала внести в устав Лиги наций пункт о равенстве людей всех рас. Отказались. Для этого европейцы были слишком расистами в то время. Были заключены конкретные договоры о меньшинствах в Польше, о меньшинствах в Румынии. С каждой страной велась какая-то отдельная работа. А других стран это вроде бы как не касалось. А меньшинства-то были везде. И, конечно, изъян самой концепции вот этого национального государства, где вроде бы как получается, что может жить один народ, он очень сильно сказывался. И отсюда произошло множество разных вещей. Во-первых, эти все решения о правах меньшинств, они соблюдались плохо. И Лига наций совершенно не хотела этим заниматься. И очень хорошо видно, как в 20-е годы было много жалоб в Лигу наций о том, что в той или другой стране нарушаются права тех или иных меньшинств. А в 30-е их совсем мало. Но не потому, что перестали нарушать, а потому, что перестали верить, что кто-то может помочь. А с другой стороны, из-за того, что происходит такое разделение, есть то, что называется титульная нация, есть остальные, вот этих остальных очень часто начинают подозревать в том, что это пятая колонна, что это изменники, что они работают на другую страну, потому что в той стране говорят на том же языке. И это порождает все новые и новые конфликты. В результате получается, что мир, который должен был по идее быть основан на уважении к демократии и на уважении ко всем народам, как об этом говорилось после войны, оказался миром, в котором презирают демократию и в котором все новые и новые конфликты между народами. И кто будет этим заниматься, непонятно. В 19-м году предполагалось наивно, что главной силой, которая будет противостоять войне, которая будет разрешать все конфликты мирным путем, станет Лига наций. Президент Вильсон придумал идею. Ему казалось, что это должна быть общемировая организация, но он же сам не смог убедить Конгресс, чтобы Соединенные Штаты вступили туда. Это сразу очень сильно ослабило авторитет Лиги наций. Те 42 государства, которые изначально были основателями Лиги наций, ну, наверное, в какой-то мере хотя бы рассчитывали на эту организацию, что она к чему-то приведет. Надо сказать, что Лига наций действительно определенную пользу принесла. Она ведь занималась не только предотвращением войны, она решала пограничные конфликты, трудовые конфликты, она боролась с контрабандой наркотиков, она боролась с принудительным трудом и, значит, перевозкой рабов практически через границы, что всегда происходило, она занималась таможенными вопросами, то есть какие-то такие конкретные вещи она решала. И это было место, где разные комиссии работали, разрешали конкретные вопросы очень хорошо. Но всё-таки прежде всего она была создана для того, чтобы обеспечивать мир. И предполагалось, что все новые и новые страны будут сюда вступать. И действительно, в первые годы после создания Лиги наций тех, кто до этого был изгоем, их всегда тоже берут. Вот в 26-м году Германию принимают в Лигу наций. То есть что произошло? Уже 24-й год был план Дауэса, то есть экономика развивается. 25-й год лакарно, западные границы гарантированы. И 26-й год Германия вступает в международное сообщество. Отлично. В 34-м году принимают Советский Союз, который до этого укреплял международные отношения. Потом в конце 20-х разрывали разные страны международные отношения. Вот это удивительная вещь, да? 34-й год приближается, начинается уже эпоха Большого террора. А тут-то как раз Советский Союз, потому что его признают мощной державой, прошла индустриализация, создана военная промышленность. Ну что, надо договариваться с этой страной. И Советский Союз в Лиге наций выступает очень миролюбиво. Максим Литвинов, такой непохожий на стереотипные представления о диком страшном большевике, а так прекрасно говорящий по-английски. Он выдвигает идею коллективной безопасности. Давайте все заключим еще договоры о том, что мы будем жить мирно и будем противостоять войне. В 28-м году по инициативе французского министра Бриана и американского госсекретаря Келлога был заключен пакт Бриана Келлога, который подписала куча стран. У Бриана уже была Нобелевская премия, а Келлог получил за это. Подписав этот документ, множество стран, включая Германию, кстати говоря, обязались, что они не будут использовать войну как средство решения международных вопросов. как все радовались, как газеты ликовали, как все было здорово. Но проблема заключается в том, что все эти договоренности не имели никакого механизма их поддержания. К большому сожалению, сегодняшние международные организации, они, может быть, имеют больше каких-то механизмов, но все равно механизмы эти очень слабы. Что сегодня и что тогда, если какая-то страна отказывалась следовать этим договоренностям, то не было никаких способов ее заставить. Я, готовясь к сегодняшней лекции, открыла статью в Википедии про пакт Бриана Келлога и прочитала такую фразу, резонную, в общем, что пакт Бриана Келлога стал юридическим основанием для предъявления обвинений нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе. Это понятно. Германия подписала, она обещала, что она не будет решать проблемы с помощью войны, а потом нарушила это обещание и втянула весь мир в войну. И этих преступников потом судили. Только их судили после того, как миллионы людей погибли в огне страшной, жуткой Второй мировой войны. И не было никаких способов придумано, как заставить страны следовать пакту Бриана Келлога. И в 1933 году Германия, которую в 1926 с таким шумом приняли в Лигу Наций, вышла из Лиги Наций, потому что Гитлер пришел к власти. В 1933 году Япония, которая еще изначально была уязвлена тем, что пункт о расовом равенстве не вставили, она начала уже свои завоевания на Дальнем Востоке и выходит из Лиги Наций. И ничего страшного не происходит. А Италия при Муссолини начинает свою ужасающую агрессию в Эфиопии. И сначала Лига Наций там возмущается немножко, а потом и возмущаться перестает, потому что, оказывается, это очень цивилизаторская была миссия бомбить Эфиопию и там газ применять. В 1937 году Италия уходит из Лиги Наций, а в 1939 году Советский Союз исключат из Лиги Наций за нападение на Финляндию. Никто из этих стран в общем особенно не огорчился тому, что кто-то сам уходил, кого-то исключали. В общем, ничего принципиально это не меняло. И мы можем теперь говорить о том, что это был позор, что потом их будут осуждать, но войну-то это не предотвратило. В 1930-е годы вот эта идея создания системы коллективной безопасности, она очень популярна, но особенно потому, что тучи-то собираются, чувствуется, что что-то не то происходит. Вот Германия вооружается практически не скрываясь. Италия ведёт себя агрессивно. Италия нападает на Эфиопию, Япония нападает на Китай. Как-то вот всё не так. И возникает идея, например, создания восточного лакарна, то есть заключить договор, тоже гарантирующий границы, восточные границы Германии, что они не будут меняться. Но это 1934 год, Гитлер уже совершенно не собирается никаких дурацких таких договоров подписывать, а даже если бы он был подписан до этого, понятно, что ничто не остановило бы Гитлера на пути к нарушению этих договоров. Восточный лакарна такая вот общая система не получилась, но заключают договоры, скажем, франко-советский договор о взаимопомощи. С Чехословакией и Францией Советский Союз заключают договор о взаимопомощи. Но мы знаем, что когда начались фашистские завоевания, то ничему это не помогло. Но, конечно, к печальному выводу мы приходим в конце этой лекции. Европа, цивилизованный континент, вдохновлённый прекрасными идеями, которые развивались в течение многих лет, а может быть и веков, после страшной войны. Вроде бы как сделала выводы из этой войны и решила, что дальше будет жить на принципах свободы, уважения к людям, предоставлять права разным народам, всем народам, свободно, не используя войну. И дальше все эти принципы рухнули. Я пыталась показать, что объяснений тому краху, которому пришла Европа, может быть много. Можно считать, что виновата система парламентская, неправильно составленная. Или виноваты люди, которые заседали в этих парламентах, политики в целом. Или, может быть, виноват общий настрой после войны, это склонность к насилию, это презрение к договорам и превознесение сил. Может быть, виноваты вспыхнувшие национальные чувства. Но факт тот, что между Первой и Второй мировыми войнами все эти мучительные задачи, стоявшие перед человечеством, были не решены. Но остаётся только надеяться, что задачи, которые сегодня перед нами стоят, мы решим лучше, чем в прошлый раз. Спасибо большое всем, благодаря кому была записана эта лекция. нашим спонсорам на Ютьюбе, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Бусти. Но мирная поддержка друг друга всегда лучше, чем противостояние. И в нашей жизни это проявляется во всех сферах. Ну и, конечно, интересно узнать ваше мнение. Есть ли, по-вашему, какие-то способы, которые могут предотвращать войны? Вдруг кто-то из вас что-то придумал, такое, что никто не знает. Это будущий лауреат Нобелевской премии мира и будущий спаситель человечества. Жду ваших комментариев. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!